друзья рад видеть вас у себя на канале о тренировках здоровья и жизни сегодня хочу поговорить о том как накачать пресс реально ли накачать мышцы брюсного пресса далее просто будет называться прессом на реале их накачать например быстро или это все-таки миф вы узнаете в этом видосе реально мой эксперимент о том как я в течение двух месяцев делая только два упражнения накачал себе пресс до этого не тренируя его год сегодня 11 мая и эксперимент еще продолжается еще до конца эксперимента будет одна неделя с этого видоса вы узнаете о том что такое инсулиновый живот как накачать живот как накачать пресс если у вас есть лишний вес как накачать пресс если вы например наоборот дрыщ хотите себе сделать более объемный пресс обо всем этом вы узнаете в этом видосе ки максимально быстро максимально сжатое и все по чесноку так поехали субтитры сделал DimaTorzok а а Продолжение следует... Прошли сутки после того, как прошла моя тренировка и сейчас я хочу показать вам результат на следующий день моего пресса, который не нагрет, это холодный пресс, то есть я сейчас специально не пампил мышцы для этого видео, я хочу показать то состояние прессы, которое есть у меня сейчас. После месяца тренировок. Следующий раз я покажу вам через 5 недель свой пресс на тех тренировках, которые вы увидите в этом видео. Я хочу, чтобы вы оценили результат, потому что это всего лишь будет 2 месяца ваших тренировок. Почему через 5 недель я вам покажу следующее видео, а не через месяц? Потому что неделя у меня будет отдыха, после 2-х месячного цикла неделя будет отдыха и плюс 4 недели тренировок. То есть через 5 недель будет следующее видео. Сегодня у нас... Это с жены телефон, я с розовым телефоном не хожу. Сегодня у нас... Какой у нас сегодня? 7 апреля. 7 апреля, воскресенье. Да, для чистоты эксперимента. Так вот, что я хочу показать? Я хочу показать вам состояние пресса на данный момент. То есть, как видите, я не напрягаю пресс. И в принципе, это не супер какой-то результат, который я хочу вам сейчас показать. Я хочу показать результат после 1 месяца тренировок. То есть, если я напрягаю пресс, как вы видите, видно все 6 кубиков. Кстати, глубина этих прорезок зависит просто от уровня количества подкожного жира и от того, насколько врожденного у вас есть склонность к такой детальной прорисовке. Я знаю, что у меня пресс может быть лучше, потому что я хорошо знаю свой организм, да, и я хочу к этому состоянию вернуться и показать вам, как я это сделал. Итак, вот мой пресс сейчас, боковые мышцы. Результат такой, да, то есть вот. При разных ощущениях, чтобы не говорить, что это от света, вот такой у меня сейчас пресс, когда я его напрягаю. Повторяюсь, я его не пампил, это вот просто такой постоянно у меня живот. Теперь смотрите, есть одна деталька, если вы не заметили, если вы не заметили, есть небольшой участок, где есть жир, да. Вы всегда можете пальцем проверить состояние вашей жировой прослойки. Вот так нужно это все делать. Посмотрите внимательно на вот эту часть живота. Вот здесь внизу. Здесь есть слой жира, который как будто бы чуть-чуть выпирает на животе. Это при том, что везде пресс в нормальном состоянии находится. Как я сделал, как я допустил такую ошибку, чтобы у меня появилась вот эта прослойка, я вам объясню в этом видео. И чтобы у вас таких ошибок не было, вы научитесь на моих ошибках. Над этим я сейчас работаю. Я вам не могу показать голову, потому что на мне бигуди. Шутка на мне, не бигуди. Привет, это я. Также вы можете видеть, что у меня видны так называемые боковые мышцы живота, которые многие любят тренировать. Можете оценить их состояние, я их вообще не тренирую. И об этом я тоже расскажу в этом видео. Абсолютно я их не тренирую. И вы можете видеть такой результат. Я хочу вам показать результат, который я добился за один месяц сейчас. И второй результат я покажу вам через месяц. Но вы уже видите это смонтированное видео, вы увидите реальный результат. Я буду делать только два упражнения, которые я показал вам в этом видео. И обо всем я расскажу в этом видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для начала я хочу рассказать о том, что если вам кто-то обещает, что, например, реально накачать мышцы пресса за 1-2-3 недели, то я вам гарантированно могу сказать, что вам говорят неправду. Что же я обещаю в этом видео? Я вам показал два упражнения, которые вы делая, например, на протяжении двух месяцев, вы увидите реальный результат. Но я хочу вам сказать, что этот результат не будет супер каким-то невероятным. Это не будет тот пресс, который вы видите в фильмах, кино, где-нибудь выступающих бодибилдеров. Это будут реально заметные мышцы живота, но они будут не настолько рельефны, как вы себе можете представить. Так, делая всего эти два упражнения, которые я вам показал, вы увидите заметные результаты. Я хочу сказать вам, во-первых, что если, например, у вас сейчас есть лишний вес, если у вас реально есть лишний вес, то просто так вы увидите свой пресс не сможете. Дело в том, что если у вас очень большая прослойка жира, допустим, у вас там 20 лишних килограмм веса, то ваш пресс может быть даже прокачанным, крепким, но он будет под этим слоем жира. Также наоборот, если вы, например, слишком худощавый, то, скорее всего, у вас уже виден этот пресс, но он не такой объемный, как вам хотелось бы. И вы, допустим, хотите начинать усердно его качать, чтобы он увеличился. И это реально. Но это так же сложно будет сделать, как, например, просто избавиться от живота. Поэтому, если вы хотите избавиться от живота и увидеть свой пресс, да, то вам нужно не просто качать пресс, этого будет мало. Вам нужно изменить свой образ жизни, нужно поменять свое питание. И если, например, мы сейчас говорим о рамках 2 месяца, то есть если у вас реально, допустим, сейчас есть лишний вес, за 2 месяца вы можете потерять примерно 10 килограмм веса, да, 10 килограмм веса. Почему 10 килограмм? Потому что терять нужно максимум 5 килограмм в месяц. Вот и получается, что за 2 месяца вы потеряете где-то 10 килограмм. Если у нас на данный момент у вас, допустим, 20 килограмм лишнего веса, то вы не увидите через 2 месяца очень крутых результатов. Потому что нужно избавиться для начала от этого слоя жира. И абсолютно неправда обещать вам, что вы получите пресс, не похудев. Вот я не понимаю, почему тренера в залах, я не тренер в зале, да, я такой же, как вы, тренирую в зале, почему тренера, приходя в зал, вам обещают какие-то быстрые результаты. Ну, я так подозреваю, что, наверное, все-таки связано с деньгами. Вот представьте себя на их месте. К ним приходит, например, парень, которого явно там 20 килограмм лишнего веса и на носу там лето, да, и ему хочется просто, чтобы у него появился пресс. Он приходит к этому тренеру и говорит, слушай, сделай мне до лета пресс. Он говорит, конечно, да, нифиг дела, что там, давай потренируемся, это все реально. И вы платите деньги, а будет ли результат? Ну, это уже дело, понимаете, десятое. Главное, чтобы он заработал на вас денег и, так скажем, довольны вы будете или недовольны быть результатом. Это уже его не сильно волнует. Так же самое, если, например, он приходит, вы приходите в зал, например, вы очень худощавый, то есть вы в зал особо не ходили никогда. Вы хотите накачать тоже себе пресс в рамках тренировок, да. Но он вам не скажет, что для того, чтобы появился пресс, вы должны будете набрать примерно мощный пресс, вы должны будете набрать, наоборот, веса. То есть это может быть, например, набрать 10-15 кг и постоянно тренируя пресс, и тогда появятся мышцы. Возможно, для этого понадобится вам целый год тренировок. Понимаете, это не сильно модно, об этом говорить клиенту в лицо, когда он пришел только что в зал, сказать ему, что чувак, иди давай и через год возвращайся. Так вот и мне скажут, потому что результаты, они не достигаются очень быстро. Так же самое, если вы пришли с лишним весом, похудеть у вас не получится очень быстро. Более того, нельзя худеть слишком быстро. Вот и получается, что вы приходите в зал, результат достигнуть быстро не получится. И говорят вам неправду. Но о чем говорю я? Почему я говорю, что за два месяца реально сделать видимый результат? Я имею в виду, что за два месяца реально сделать видимый результат, если, например, раньше у вас был, были мышцы пресса, если сейчас вы не очень с лишним большим весом, и сейчас вы просто хотите привести его, скажем так, в форму. И вот эти два упражнения, которые я показал, они очень крутые, они реально работают, и они помогут вам достичь быстрого результата. Если же вы будете делать эти упражнения, например, каждую тренировку по три подхода, то есть выбираете одну тренировку, вы делаете одно упражнение, другую, вы делаете другое упражнение, делая по три подхода. Я рекомендую делать эти три подхода не друг за другом, а чередовать с чем-то еще и поставить ее в конец вашей тренировки, то есть, скажем так, в последней третьей тренировке. Почему нужно так делать? Потому что мышцы живота, они очень объемные, они забирают кучу энергии, очень много энергии. И для того, чтобы их потренировать, нужны затраты большие энергетические. Если вы поставите мышцы пресса в начале тренировки, то вы просто потеряете на них энергию, которую вы хотели бы направить, например, на тренировку грудных. Поэтому я советую делать ее в конечной части тренировки, но с чем-то чередовать, чтобы мышца достаточно отдохнула до следующего подхода. То есть, примерно, вы должны создать примерно 3-4 минуты отдыха, лучше 5 минут отдыха между подходами. А тогда будет на самый крутой результат. Я делал на протяжении вот этого эксперимента, я делал по 3 таких подхода в конце каждой своей тренировки. В течение месяца у меня был заметный результат, реально заметный результат. А сейчас уже неделя до конца эксперимента, я уже вижу отличное улучшение в прессе, мышц пресса. Есть один нюансик. Я целый год не тренировал пресс. Когда я за последний год набрал 15 килограмм массы и довольно сухой массы, потому что мне вообще тяжело набирается масса, и она у меня набирается практически сухая. Но все равно набирается жир, несмотря на то, что я эктоморф. Так вот, есть такой распространенный миф, что не обязательно качать пресс, если, допустим, вы не профессионал, и он у вас как-то сам будет качаться, потому что вы там тяжело приседаете, потому что вы делаете другие упражнения, и сопутствует, как будто бы начинает у вас качаться пресс. Так вот, что я вам хочу, ребятки, сказать. Это все чушь, это все неправда, не слушайте. Это вам, скорее всего, говорят люди, которые или на химии жестко сидят, которые таким образом действительно могут себе создавать пресс, особо не качаясь. Но извините меня, там, профессионалы, которые на химии сидят, он просто пукнет, у него уже мышцы вырастут на животе, потому что, чтобы пукнуть, нужно тоже напрячься. И напрягаются мышцы живота, вот поэтому и живот у него растет. Если вы натурал, то у вас не будут расти так же самые легко мышцы, как у него. Понимаете? Так вот, не ориентируйтесь, пожалуйста, о своих результатах на профессионалах. Не ориентируйтесь на то, что вы видите в выступающих бодибилдерах, потому что это ничего общего не имеет с вами, если вы натуральный атлет. Понимаете? И сразу же возникает вопрос, откуда у них вообще такие большие животы у выступающих. Их сейчас называют инсулиновый живот. То есть это огромный живот, и он возникает из-за того, что они потребляют чрезмерное количество пищи, и с помощью гормонов, с помощью гормона инсулина, эта вся пища у них усваивается. То есть у вас бы эта пища вызвала бы уже кучу расстройств желудка, а у них это все усваивается на гормонах, потому что гормоны управляют нашим организмом колоссально. Вы себе не представляете, что они способны созорить. Гормоны могут изменить все полностью в вашем организме, вообще изменить ваш пол. Вы можете превратиться в девушку, если вы девушка, превратитесь в мужчину. Ну, вы понимаете, гормоны – это очень важная часть, и, наверное, я об этом буду снимать видео, потому что тема очень интересная, я в ней разбирался. Так вот, гормоны, инсулин вызывает вот этот инсулиновый живот. То есть он большой живот, и у него все равно виден пресс. Это вообще натурально невозможно сделать. То есть невозможно, чтобы у вас был большой живот, и чтобы на нем были кубики пресса. Вот да, вот такая вот фигняшечка. Так что, если ты, например, сейчас мужик, который там 100 килограмм веса, или, например, в тебе 120 килограмм веса, вот ты по жизни просто был всегда тяжелым, большим. Такой настоящий эндомор, да? Вот не как я, да, постоянно я был худощавый, и максимальный мой вес – это 85 килограмм в жизни вообще был. Если ты весишь 120 килограмм – 100 килограмм, и у тебя есть такой постоянный живот, дружище, живи, пожалуйста, с этим животом. Просто не мучай себя, не издевайся над собой, и не надо пытаться добиться какого-то пресса с такой комплекцией. Ну, не будет у тебя пресса, как в рекламе. Просто вот тебе правду жизни сейчас говорю. Ты не сделаешь его без химии. Ты можешь сделать его, только если ты жутко похудеешь. Если ты потеряешь кучу лишнего веса, если ты станешь весить килограмм, не знаю, там, 75-80 килограмм. Только тогда, когда ты просушишься, у тебя появятся твои заветные кубики на животе. Вот такая вот правда жизни просто получается. Чтобы появился пресс, нужно просушиться. Нужно стать сухим. Нужно изменить количество подкожного жира под животом, под кожей на животе. То есть это нужно сделать серьезную работу. И вес нужно терять примерно по 5 килограмм в месяц. Это отдельная тема, как это правильно делать. Но я вас призываю, не мучай себя. Если ты реально крупный мужик, не мучай себя этим. Не надо тебе это. Я не говорю, что тебе не нужно качать мышцы пресса. Обязательно. Если правильно меня внимательно слушаете, обязательно нужно качать мышцы пресса. Потому что, если вы не будете этого делать, у вас начнутся потом проблемы. Вы будете вплоть до судорога. У вас даже может судороги хватать мышц. Потому что мышцы отвыкают от такой нагрузки. И действительно будет потом не очень хорошо. Я сделал такую ошибку. И в течение года я не тренировал пресс. Я думал, что это будет мешать каким-то образом мне набирать массу. Понимаете, я просто стартанул. Эксперимент был. Я весил 70 килограмм. Я весил даже 67 килограмм. И средний мой вес был всегда 70 килограмм. Так вот, когда я набрал 15 килограмм. И это была сухая масса. Когда я набрал 15 килограмм. То мой пресс куда-то делся. Мышцы живота исчезли. Под небольшим слоем жира. Это при том, что у меня жирным никогда не был. То есть у меня сейчас, например, была такая комплекция. До этого эксперимента. Что в организме был. Не было лишнего жира нигде на организме. Только в одном месте. Там, где должны находиться мышцы пресса. У меня появился слой жира. Так вот. Такого быть не должно. Если бы я этот весь год качал в мышцы живота. Мышцы пресса. Этого бы не было. И не было бы вот этой подкожной жировой прослойки. Которую вы видели на этом видео. Чтобы такого не было. Не слушайте никого. И тренируйте пресс постоянно. Это должно быть частью вашей каждой тренировки. Каждую тренировку. В конце тренировки. Вы берете и делаете три подхода. То, как я показал вам в этом видосе. Если вы не можете сделать так. Как я показал. А я сейчас расскажу вам о технике. То вы делаете тогда. Более облегченный вариант. Вы делаете. Поднятие ног. Полностью разгибая до конца. Ноги. То есть вы их опускаете вниз. Если вы заметили. В видео я не опускаю ноги. Очень низко. Я их опускаю только примерно до. Горизонтального положения бедер. Землей. И это делаю для того. Чтобы не включать ноги. Передняя часть ног. Я не говорю сейчас. Как называются эти мышцы специально. Просто запомните. Передняя часть ног. У вас будет включаться. Когда вы будете. Ноги опускать ниже. Есть люди. Даже которые наоборот. Качают пресс. Они только опускают в эту амплитуду. Они пускают ноги вниз. Они поднимают их выше. Груди. Пресс начинает работать. Это сейчас очень важная особенность. Которую вы должны понимать. Пресс начинает. Мышцы пресса работают. Только когда вы поднимаете ноги. От уровня. Горизонтали с полом. Бедра. И выше. До груди. То есть ваше. Вы должны свою задницу. Как будто бы приподнимать. То есть спереди. Люди стоят. Они должны увидеть вашу задницу. Вот тогда вы делаете правильно. Можете даже например касаться еще носками. Касаться носками еще перекладины сверху. На турнике. У меня было очень много боксерских тренировок. Я занимался около трех лет боксом. И вот там мы делали такие упражнения. Делали их на скорость. То есть вы можете делать эти же упражнения быстро. Взрывным. Взрывным усилием. Это совершенно уже будет другая тренировка. Взрывные усилия когда вы делаете. Срабатывают быстрые мышечные волокна. И это другой тип тренировки. То есть вы можете еще экспериментировать иногда с темпом. Например делать более медленно. А иногда делать взрывным темпом. Итак. Подытожим. Если вы не можете делать. Если вам сейчас тяжело делать эти упражнения, которые я вам показал. Потому что они довольно продвинутые. Ведь поймите ребята. Я с 14 лет занимаюсь уже разными видами спорта. И для меня просто уже не работают упражнения более легкие. Поэтому вы можете сначала начинать. Тогда добавить еще например пару недель. К этим двумесям, что я вам пообещал. Пару недель. И делать например неполную амплитуду. Вы не будете поднимать самый верх ноги. Или будете поднимать полную амплитуду. Но опускать будете вниз ноги до конца. То есть не так, как я показал видео до середины. А будете опускать вниз. Когда у вас ноги, когда у вас пресс окрепнет. То вы можете уже сделать по другому. Вы можете делать так, как я показал в этом видео. Опускать только до середины. И будет работать именно пресс. Так вот. Делая всего лишь эти два упражнения. Сначала в полную амплитуду. Если вы не потянете сразу. Потом в середину амплитуды. Чередуйте эти упражнения. Я вам гарантирую. Вы просто не узнаете свои мышцы живота. У меня всегда были видны мышцы пресса. Просто всегда. Комплекция у меня такая. Вот с детства. Сколько я себя помню. У меня всегда были мышцы живота. Вот сейчас, когда я набрал 15 кг веса. Когда я набрал 15 кг веса. То их не стало. Их не стало практически полностью. Если я расслабляю живот. У меня вообще не видно никаких кубиков. У меня всегда были отчетливо прорисованные кубики. Куда же они делись? Они делись, как я вам сказал, под слоем жира, который я набрал. Да, я эктоморф. Я не жирный везде. У меня, может, немного щеки округли. И боли стали округлыми. И появился жир в области живота. То есть те места, которые я как раз почему-то решил не тренировать. Именно на них жир и отложился. Не делайте этих ошибок. И тогда у вас будут очень крутые результаты. Теперь давайте поговорим о форме мышц пресса. Как у вас пресс может выглядеть? Вы, возможно, заметили, что у некоторых ребят бывает 6 кубиков. У некоторых бывает 8 кубиков. По-моему, вот даже есть такие ребята, у которых почему-то даже 10 кубиков. То есть, смотрите, ребятушки. Здесь такая штука срабатывает. Это просто наследственность. То есть, им по наследству просто передалась такая особенность пресса, что у них, во-первых, более глубокая просечка вот эта на мышцах, которая более прорисовывает свои мышцы. Более видимая часть мышц, это более глубокие просечки между мышцами. То есть, это передается вообще по наследству. И так просушиться невозможно. Если у вас нет этих просечек, то есть, если... Ну, просто генетически у вас получилось, что их нет. То не мучайте себя. Не появится у вас такого рельефного пресса, как вы видите, например, на рекламах. Это бывает... Такой пресса бывает у очень немногих ребят. И мучить себя не надо, чтобы их прорисовать. Худеть как-то невероятно. То есть, они или есть, или их нет. Так же самое могу вам сказать о боковых мышцах живота. Боковые мышцы живота? Вот у меня они всегда были. Не сильно супер-пупер развитые, как там вот в рекламах, да? Но они есть у меня. И я их вообще не тренирую. Даже их не надо тренировать. И сейчас отдельная тема вам хочу сказать про боковые мышцы живота. Если вы девушка, то вам противопоказано, категорически противопоказано тренировать мышцы боковые живота. Если вы их попытаетесь развить, то действительно, они немного могут развиться. Но не так невероятно, как вы там можете представить себе, да? Как вот на фотографиях. Но если вы девушкой будете развивать эти мышцы... Вот, парни, расскажите своим девушкам об этом, что я сейчас скажу. Если вы будете качать боковые мышцы живота, то у вас станет очень некрасивая форма живота. Если вы, допустим, не дай бог, забросите тренировки, вот эти боковые мышцы живота превратятся у вас на жир на боках. То есть вы, получается, вы хотели себе накачать пресс. А на самом деле вы добились того, что у вас появится бокан. Это анатомично. Так и должно происходить. Жир должен нарастать на животе. Жир нарастает у мужиков чаще на животе. Вот девушек нарастает чаще на бедрах, на ногах. Вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Так вот, качать боковые мышцы живота ни в коем случае не нужно. Если они у вас от природы дано, что у них у вас будут, они у вас будут. Но так как я их не тренирую, они у меня все равно есть. Я вообще не делаю для них специальных никаких упражнений. Они все равно у меня есть. То есть вот эти упражнения, которые я вам показал, эти два всего лишь упражнения, два ничь. Никакой фантастики не нужно. Эти два упражнения способны развить полностью ваш пресс. Полностью. Нижний, верхний, середину, боковые. Что хотите, придумайте что угодно. Абсолютно все. И даже чуть-чуть больше, потому что работают глубочайшие мышцы в этом упражнении. И по минимуму должны включаться ноги. Понимаете, да, о чем я говорю? По минимуму включаем ноги и по максимуму включаем свой пресс. Вы не узнаете свои мышцы живота. Я вам просто гарантирую это. Еще, ребята... Возможно, затяну немножко это видео, но, наверное, действительно это более объемная тема, чем я думал. Я продумываю, конечно, о чем я хочу рассказать в видео, но больше я стараюсь вам говорить вживую. И говорить тогда, скажем так, это... Вы видите, что это ненадуманно. То есть я не готовлюсь к каждому ролику. Я просто говорю правду, говорю, как оно есть, говорю, как это работает на мне. У меня больше 10 лет опыта. Я знаю, о чем я говорю, ребята. Я знаю, у меня был пресс и такой рельеф, на какой вы себе не представляете, когда я был просто 70 кг веса. Сейчас я вешу больше, и у меня такого уже рельефа пресса нет. И это нормально. Я вам хочу сейчас рассказать о питании. И что же нужно делать, чтобы все-таки добиться, допустим, пресса, если вы все-таки захотели улучшить мышцы своего на животе. Итак, первое. Если ты реально эктоморф, как и я, например. То есть что такое эктоморф? То есть у тебя лишнего веса особо никогда не было. Тебе тяжело дается масса. Ты, скорее всего, высокий. Если даже вот ты выше метр восемьдесят, то когда ты набираешь вес, тебе нужно построить свое питание так, чтобы максимально было в твоем питании углеводов. То есть не получится, не затронув питание, рассказать вам о прессе. Вы должны увеличить количество углеводов настолько, чтобы вы начали набирать вес. Возможно, это придется действительно есть какие-то булки и мучную еду, но и сложных углеводов обязательно. Картошку, например, да, рис нешлифованный. Вот такие продукты. Гречу, нашу всеми любимую гречу. Это просто невероятный продукт какой-то. Так вот, если ты эктоморф, ты набирать должен массу. Ты должен стремиться к тому, чтобы набирать массу. Потому что углеводы в твоем питании более важную часть занимают, чем, например, протеины. Потому что без углеводов у тебя не будет идти масса. Тебе, как эктоморфу, у тебя слишком большие энергозатраты. Ты слишком много энергии тратишь просто на свою жизнь. Просто на ходьбу, на бег, на мозг. Мозг тратит около 25% всех твоих калорий. Так вот, чтобы тебя обеспечить энергию, организму нужно невероятное количество энергии. Просто невероятное. А эктоморфу просто феноменально огромное количество энергии. Это может быть даже 4-5 тысяч калорий в месяц. Ой, в день. 4-5 тысяч калорий в день вы должны потреблять, чтобы вообще набирать вес хоть немного. То есть это все индивидуально. Вы должны найти эту позицию и найти количество еды, при котором вы будете набирать вес. Так вот, о мышцах пресса. Я вас призываю, я тоже собираюсь делать то же самое, отказаться от суперпрорисовки мышц пресса, если ты эктоморф. Качай пресс ежетренировочно, каждую тренировку укрощай свой пресс. Но не нужно стараться его сделать суперидеальным. Потому что ты сейчас набираешь массу. А нельзя ей набирать массу и сушиться. Натурально это невозможно. Так вот, набирая массу, ты должен просто пожертвовать чем-то. И жертвовать ты будешь своим прессом. То есть вполне вероятно, что ты будешь везде сухой, но пресс у тебя такого идеального не будет. И это нормально. Но ты все равно должен его тренировать. Тренируй и не забивай на это. Я тебе обещаю, будет бомбезный результат. Просто не нужно делать фазу сушки, если ты эктоморф. Не нужно делать фазу сушки, а остановись просто на фазе набора веса. А иногда, вот месяц, например, ты набираешь вес, в следующем месяце ты просто поддерживаешь свою массу. Не набираешь вес. Но и не начинаешь сушиться. То есть я предлагаю тебе убрать фазу сушки полностью. Если ты не выступающий, как я, атлет, если ты тренируешься просто для себя, чтобы сохранить этот вес, сохранить более объемные мышцы живота, они будут, если ты будешь качать пресс, они будут, но они не будут такими рельефными, то тебе не нужно сушиться. Не надо и мучить себя. Просто придет лето, и ты все равно чуть-чуть высушишься за счет того, что влаги очень много теряется. И ты все равно потеряешь в весе 3-5 килограмм своих за счет воды. Вот и посушишься естественным путем. Не надо ничего не менять в тренировках своей на сушку. Ничего. Не в питании. Питайся нормально, просто хорошо питайся, и все. Это позиция, которую я выбрал сейчас для себя, и я не буду заводить свои мышцы пресса для какого-то идеала. Я просто поставил себе другие задачи. Я сейчас набираю, скажем так, массу. Сейчас я пока не поставил еще срель 90 килограмм, но сейчас я где-то 85-86 килограмм вешу. И это позволяет делать крутые результаты в зале. Довольно мощные показатели по всем у меня упражнениям. То есть чувствуется, что есть сила. А что еще нужно, ребята? Ну, это, знаете, я понимаю, что пацаны многие хотят летом поблистать на пляже прессиком, но я предлагаю не заморачиваться на этом так сильно. Не так сильно это все ценить и стремиться к этому суперпрессу. Просто нормально. Лишь бы не было живота, лишь бы не было пивного живота. Вот это все нужно сжигать, если оно есть. Но качать пресс, добиваться такой суперпрорисовки рельефности не нужно. Так, все. По поводу того, если у тебя лишний вес. Дружище, если у тебя лишний вес, ты можешь сказать, откуда я знаю, если я эктоморф, что такое лишний вес. Да я, ребята, всю жизнь свою худею. Я знаю, что это такое, когда ты худеешь. Так вот, чтобы, если ты реально захотел, допустим, все-таки себе прокачать мышцы живота, если ты реально все-таки захотел пресс, то тебе нужно делать все наоборот. Ты тогда должен увеличить, наоборот, в своем рационе количество белков. Увеличить их настолько. То есть, скажем так, возьми за базу то количество калорий, которое у тебя было примерно в день. Просто возьми и примерно их посчитай. Потом не надо их каждый день считать. Возьми и примерно посчитай, сколько ты употреблял калорий. После этого ты должен сместить количество белков и углеводов в своем организме, в своем питании. То есть, ты должен увеличить в питании количество белков и уменьшить количество углеводов. Но не убирать их полностью, просто уменьшить. То есть, если, например, ты эктоморф, то я предлагаю тебе делать примерно 75% рациона, это углеводы. И примерно 15% это будут белки. 75 плюс 15, это у нас будет 90. И где-то 10% жиры. Вот примерно такое соотношение для эктоморфа. Может даже 70%, 75% углеводов. Вот так. То есть, большую часть питания твоего это углеводы. Если ты наброс лишним весом, то сделай в своем питании примерно так же самое. 10% на жиры, на полезные жиры. И смести количество углеводов и белков примерно поровну. Экспериментально попробуй на себе разное количество, но примерно поровну. То есть, если у нас остается 90, вот примерно 45% у тебя будет белков процентов, 45% углеводов питания. Но вместе, вместе они должны у тебя быть такой же калорийности, как если ты питался раньше. Понимаешь, о чем я говорю? То есть, и ты тогда найдешь точку, эта точка будет отправная твоя, при которой ты просто, ничего в твоем организме практически не будет меняться, но ты будешь становиться более сухим. Более сухим, но ты будешь в комфортном для себя находиться состоянии, потому что калорийность твоя останется той же. Не нужно уменьшать калорийность очень сильно. Это тебе навредит. Если ты теперь решил худеть еще больше, набирать еще больше сухой массы, все-таки хочешь добиться пресса. Что тебе нужно делать? Тебе нужно уменьшать еще количество углеводов и увеличивать количество белков. То есть, сейчас, допустим, у нас 40 на 40, 45 на 45, то есть, то ты просто уменьшаешь. Например, теперь у тебя будет 50% будет белков и 40% будет у тебя углеводов. Ну, я хочу, чтобы вы поняли просто суть, идею, а не рассказать вам обо всем, да, сейчас. Вы должны подобрать на себе индивидуально. То есть, вы увеличите чуть-чуть белков, количество питания и уменьшаете углеводы, и смотрите на свой организм, и тренируете свой пресс. То есть, тренируете месяц, например, смотрите на результат. Если это опять мало, вы опять поднимаете количество белков и еще уменьшаете количество углеводов. Тем самым, постепенно, постепенно ваш организм будет менять свою конституцию. То есть, у вас начнется сжигание жиров, и вы начнете набирать более сухую массу, вы станете более сухим. Также параллельно вы должны будете обеспечить себе максимальные потери энергии. Как вы это будете делать, это как вы придумаете. Вы можете, например, бегать по 40-50 минут. Опять же, бегать нужно будет очень медленным темпом, не быстрым темпом. И таким образом вы тоже будете тратить калории. Я советую вам не заморачиваться бегом, если тем более у вас есть лишний вес. Просто ходите в тренажерный зал, тренируйтесь, качайтесь и следите за своим питанием. То есть, ваша задача – это питание, а не супер какие-то невероятные тренировки. Вы должны постепенно увеличить количество белков, уменьшать количество углеводов и качать свои мышцы живота. И тогда, я обещаю, у вас постепенно будут проявляться ваши мышцы живота, будут проявляться результаты. Это просто гарантированно. Так, друзья, это все. Спасибо, что посмотрели это видео. Впереди будет очень много крутых роликов еще. Я постараюсь поделиться ближайшим видео о новой информации, которую я узнал, например, о креатине. То есть, ближайший такой я вам сделаю спойлер. Будет видосик о креатине и будет очень интересная инфа, которую вы, скорее всего, не знали. По крайней мере, я этого не знал, хотя я очень долго использовал эту биодобавку. Так, оставайтесь у меня на канале. Ставьте лайк, если понравилось. Подписывайтесь, если понравилось. И увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok Я вам не могу показать голову, потому что на мне бигуди. Шутка на мне не бигуди. Привет, это я. Привет, это я. Шутка, это я и эксперимент мой. Ребята, шутка, это я. Как видите, перед вами показываю свои результаты. И хочу, чтобы у вас тоже были крутые результаты. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...